Если у вас будет меньше веры, то будет больше удовольствия. Больше веры, меньше удовольствия. Сейчас есть разные аргументы за открытые границы в том числе? Ну, я не сторонник этих аргументов. Око за око, зуб за зуб. Не делайте, останешься в изоляции. Каждый человек может стать сверхчеловеком, он работает над собой. Я не интересуюсь в общественной морали, которую мне общество навязывает. Фуку мне нравится, допустим. А расскажите еще о спинозе. Салют, с вами Гриша Мастридер. И это передача на ютюбе для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях Виталий Малкин. Миллиардер, в прошлом участник так называемой семибанкирщины, политик, который сейчас переквалифицировался в писателе и написал жесткую антирелигиозную книгу, которую мы сегодня с ним обсудим. И обсудим не только ее. Виталий, здравствуйте. Любови меня. Во-первых, я так понимаю, что скоро на русском языке она выйдет, опасные иллюзии, ваша книга. Не боитесь ли вы, что вас обвинят в оскорблении чувств верующих в России? Ну, во-первых, мы в России издавать надо не будем. Главное, что там нет оскорбления чувств верующих. Просто мы, не попадая в эту категорию, в книги «Общие осуждения», о монтеизме. Я даже не говорю, что я атеист. Обтекаемо так? Ну, не обтекаемо, но просто здесь нет того, чтобы оскорблял каких-то конкретных верующих. Ну, вы знаете, в России никогда заранее не знаешь, кто оскорбится. Никогда не заранее не знаешь, но здесь просто есть спор с монотеизмом, как позиции, жизненные позиции, и все. Понятно. Как так получилось, что вы, ну, такое изменение вектора у вас случилось, что вы начали бороться с монотеистическими религиями внезапно? Я не стал ни с кем бороться. Я просто всегда, как бы, считаю, что в общественном пространстве, ну, как это во Франции принято, лаисите, то есть концепция, не должно быть ничего, кроме законов данного государства. Мне кажется, что если человек верующий, он, конечно, имеет полное право верить в то, что он хочет, но это его домашнее дело. То есть я бы не хотел, чтобы религиозная вера, афилиация человека была в общественном пространстве, чтобы все жили спокойно и подчинялись закону, но не показывая, что кто-то хочет в это верить, он идет домой. При этом в своей книге вы пишете достаточно напрямую о том, что считаете религию, скорее, негативной силой в истории человечества. Ну, да, но не все, я же не нападаю. Монотеистические религии, окей, ислам, христианство. Да, да. При религии я считаю, что любая вера, которая позволяет вам надеяться на то, что в будущем вы куда-то попадете, и у вас будет другая жизнь, она ослабляет вашу страсть к этой жизни. Соответственно, вы менее интенсивно живете, вы живете надеждой, более расслаблены, соответственно, будет меньше прогресс, меньше удовольствия от жизни. Все, что я хочу сказать, что если у вас будет меньше веры, то будет больше удовольствия. Больше веры, меньше удовольствия. Вот и все. А как вы относитесь к результатам исследований, которые показывают, что религиозные люди, они в среднем реже болеют, более счастливо живут и даже дольше в среднем живут? Ну, причины могут быть разными, понятно. Вот. Слышали про такие исследования? Нет, конечно, что по такие исследования, и любое исследование, знаете, бывает на одну ту же тему огромное количество исследований, и потом через 10 лет говорят, что это было неправильно. Ну, понятно, выборка плохая, но там достаточно большая выборка. Я вам дам пример по исследованию. Вот мы давно, вы наверняка слышали, об этом говорят, что люди в семейной жизни живут дольше. Да. Вот это очень давно, я бы сказал, ну, вот даже Даша знает, да, Даша, вы знаете такое, если это можно обращать, что в семейной жизни люди живут дольше. Это такая, уже такой туризм такой полный, и вот все об этом говорили. Ну, это же факт, есть статистика. А вот главное, потом я встречал противоположную статистику, которая в очень серьезных источниках, по-моему, даже в Блумберге это было, что все это наоборот, что мужчины, особенно во своей второй части жизни, которые или не женаты, или живут в свободном браке, и они постоянно общаются, меняют партнерш, они живут на 7-8 лет дольше. Почему они живут дольше? Потому что вот давно есть такая концепция NRE, и это называется New Relationship Energy. Любые новые отношения, любые там, вы заряжаете, соответственно, вы получаете биоэнергию, новые отношения вас заряжают. Любые новые встречи, новые отношения, у вас эмоции, лучший аппетит, больше желания, так сказать, заниматься своим телом. Если вы обратили внимание, к примеру, то люди, которые ведут свободный образ жизни, очень часто, они лучше выглядят, потому что они постоянно думают, как я выгляжу, как меня другие люди посмотрят, они всегда ходят в спортзал. Согласен, согласен. Вот геи, допустим, они лучше выглядят, чем просто мужчины. В среднем, да, более ухоженные. Геи намного лучше выглядят, они ухоженные, они в спортзал, им надо мышцы свои там показать, вот, поэтому это тоже, потому что у них же очень часто новые отношения, у них нет моногамии практически. Вот это new relationship energy, так оно, по-моему, произносится, new relationship energy, да. Оно мотивирует человека, поэтому вот такие вот, видите, известная такая истина, что люди в браке живут дольше, она тоже не бесспорна. Сейчас есть масса исследований, что это неправильно, что это не так. Нет, ну все-таки, наверное, вы говорите про какую-то узкую группу людей, да, которые, мужчины в возрасте, когда заводят себе молодую любовницу и получают больше жизненной энергии, я подозреваю, что это, скорее всего, действительно так. Но в целом есть много исследований на огромной выборке, что особенно мужчины дольше живут в браке. Мужчинам это больше помогает, чем женщинам. Ну, по понятным, наверное, причинам, что женщины больше вкладываются, вкалывают там домашние работы и так далее, на них это как-то, может быть, даже хуже отражается иногда. Ну, феминизм с этим борется. Ну, ладно, мы отошли от темы. Религия многим людям дает вот эту как раз энерджи, дает смысл жизни, какое-то, может быть, душевное спокойствие, что вот я религиозный человек, хожу в церковь, все у меня будет окей, и меньше поводов, может быть, стрессовать, что-то плохое случилось, помолился, и все нормально. Ну, и да, и страх смерти меньше. И смерть не боишься, да, у тебя вечная жизнь и так далее. Вот, не думаете ли вы, что, может быть, не надо бороться с религией? Я не думаю, что надо бороться. Дело в том, что и большинство людей не относится к таким истово верующим, которым, на самом деле, серьезно верит во что-то. Он же не сомневается, и он, может быть, на самом деле, более будет счастлив. Но большинство людей не относится к таким. Большинство людей как бы мечутся между верой и неверой. Сегодня веришь, завтра не веришь. По этой причине они не обладают огромной надеждой на жизнь после смерти. Но, тем не менее, они воспринимают какие-то религиозные установки. Это нельзя, это нельзя, и то нельзя, и все нельзя. По этой причине я считаю, что их жизнь более бедная. Даже вот если брать... Вы знаете, книжки, если вы смотрели, очень много же ограничений. Все религии накладывают... Безусловно. Интимные отношения, огромное количество ограничений. Если человек накладывает на себя эти ограничения, соответственно, он теряет в том удовольствии, теряет кайф. Ну, так же. А почему он теряет? Может быть, ему не стоит накладывать на себя эти ограничения? Тогда он будет больше кайфа в жизни иметь. Считаете ли вы себя гедонизмом, гедонистом? Если вы так вот про кайф уже не в первый раз заявляете. Гедонизм же это, можно считать себя, одно дело считать, другое дело реализовать свою жизнь. Ну, у вас, наверное, хорошая жизнь, вы обеспеченный, вы живете во Франции, в теплом месте. У каждого человека огромное количество проблем, и, соответственно, я как-то вот редко встречал людей, которые отвечают о поделении гедонизма. Такие вот совсем уж ослабленные, постоянно счастливые. В основном у людей все проблемы. Какие у вас проблемы? Меня? Да. Много всяких, я не знаю, управлять своими финансами, бывает масса всяких плохих событий на рынках, что-то не получается на книжной стезе. Ну, сейчас зрители будут смотреть и подумают, ну, проблемы богатых людей, некуда в финансы вложить. Это, наверное, все равно не то. Нет, почему? Во-первых, так сказать, уже давно я уже не занимаюсь бизнесом, поэтому я не такой богатый. А во-вторых, проблемы всегда есть у каждого человека. Я не видел никого, людей без проблем. Окей, я просто к чему спросил про гедонизм, что вы говорите, что религии отвлекают человека от того, чтобы кайфовать по жизни, получать удовольствие, заниматься сексом с кем он хочет. И вот вопрос, если вы выбираете религию, многие религиозные люди зададут вам этот вопрос, что тогда вместо этого? Только погоня за кайфом? Нет, совсем нет. Я не поддерживаю эту точку зрения постоянной погони за кайфом. Я думаю, что у нас, понимаете, в обществе у каждого человека на самом деле большое количество задач. Но первое, ему надо установить взаимоотношения с себя подобными. Это большая работа. В обществе, начиная с установления отношений в семье и заканчивая с установлением отношений даже со своими малознакомыми людьми. Это большая работа. И потом у нас есть какие-то личные цели. Мы хотим чего-то добиться. Мы хотим получить какое-то классное образование, заработать деньги, написать гениальную картину. Вы хотите сделать, чтобы у вас были 20 миллионов зрителей на вашем блоге. Это не сама цель, это скорее средство. Но да, я не против. Соответственно, да, это же здорово. И проблема всех монотеистических религий, не всех, но все еще этих трех, которые я говорю, в том, что у них же Бог на первом месте. То есть на первом месте задача установить отношения с Богом. Быть Ему верным, читать, молиться, чтобы Он одобривал. А потом уже на втором месте только отношения с себя подобными. Понимаете? И поэтому, естественно, что у человека ограниченный ресурс, физический, интеллектуальный, нервный, то очевидно, что если у вас на первом месте отношения с Богом, то ваше отношение с людьми страдает. Страдает и отношения с семьей будут страдать, отношения с друзьями. Ну все будет страдать. Потому что у вас есть более глобальная цель. У вас есть цель восстать отношения с Богом и постоянно читать эту книгу, священную книгу. Особенно это хорошо, я вижу, для евреев-ортодоксов. Они вообще непрерывно, по 12 часов в сутки, они читают фору, эти книжки, постоянно. И потом, когда они уже, сначала в детстве, потом в юности, потом в зрелом возрасте, и потом каждый год они ее читают до конца, и 1 января начинают по новой. То же самое читать. Но вы приводите достаточно крайние примеры. У них вообще нет, ну да. Большинство религиозных людей, как вы и сами правильно сказали, они не строят свою жизнь вокруг поклонения Богу. Они ходят, может быть, иногда по праздникам в церковь, какие-то религиозные ритуалы совершают, может быть, венчаются, крестят детей, но свою жизнь они строят вокруг каких-то земных вещей. Да, такие люди, это не объекты, это книги. Такие люди ничем себя не ограничивают. Они формально религиозные, на самом деле у них нет ограничений ни в сексе, ни в жизни, ни в чем. Это они просто отдают, так вы помните в английский, lip service. Их религия — это американская черта. Показуха, то есть. Показуха. Ну, смотрим, допустим, на Дональда Трампа, что верующий человек, что он говорит, что он верующий, что он бог. Ну, понятно, что он не верующий. Может быть, он верующий просто грешник, потом каяться, совершил греш. Ну, не видно по нему. И поведается. Вообще в Америке это больше гражданская религия. Так, поговорил чуть-чуть, и дальше пошел по жизни. Мало истин таких верующих, которые этим увлечены, как мормоны, к примеру, у которых это явно отражается. Поэтому таких людей мы просто не будем рассматривать. Ну, мало ли что, зайдут, молятся. То есть верующие для проформы такие... Это никакое отношение не подвергается никому обсуждению. Тогда как это соотносится с вашим... Это больше культурный такой обычай. Ну, понятно, да. Я и согласен с вами, что большинство верующих именно таких. Мне тоже это очень нравится. Надо же каким-то образом не отрываться от той культуры, которая поколения была сзади тебя, твои предки и так далее. Праведливо. Я считаю, что в принципе любой атеист тоже должен прочитать Библию просто для того, чтобы культурный свой бэкграунд пополнить. И там очень много каких-то тропов, метафор, которые сейчас используются. Он даже... Знаете, он должен даже лучше это знать. Я, допустим, помню, что я с детства читал всякие Евангелие, Библию. Еще до написания этой книги меня всегда интересовало, потому что ты приходишь в музей. И там, значит, ты видишь всякие картины, они же все нарисованы на сюжет из Священного Писания. Ну да. И, соответственно, если ты не будешь знать Священное Писание, то ты ничего не понимаешь, почему художник выбрал эту тему, как он ее изобразил, откуда там эмоции. А вот что касается ваших верующих, которые заходят в церковь, то они почему-то... Меня очень удивляет. Вот РПСС столько усилий применяет для того, чтобы религиозную культуру в массы внести. Но что-то не очень получается. Вот я, допустим, как-то для интереса, что я случайно начал у людей спрашивать, у разных людей такие простые вопросы. Например, расспрашивали у людей вопрос, как звали маму Иисуса Христа? Они не могут ответить. Вот 90% молодых людей не может найти на этот ответ. Вообще не знают. Ну как вы не знаете? Ну ведь вы же вот как-то вы сходите в музей, читаете книжки. Как звали маму Иисуса Христа? Так я говорю, маму. Они говорят, мы не знаем. И вот поэтому такая общая грамотность, потому что они ходят в церковь, но они не знают ничего. Это печально. Понятно. Как все это соотносится с вашим тезисом о том, что сейчас новая религиозность, новый расцвет религиозности? Вы это в некоторых своих интервью говорили. И в принципе, как я понял, в Европе маркетинговая компания вашей книги была тоже построена, как вот сейчас Европа снова окутана вот этим ареалом религиозности. И вы как бы выступаете с таким антикрестовым походом против этого тренда. Нет, не антикрестовым. Просто я не думаю, что Европа как бы сильно окутана, но тенденция и есть. Это не мое определение о том, что новая религиозность идет. Дело в том, что после просвещения, сколько там прошло веков у нас, ну, считайте, 1700 какой-то год, ну, там будет два с половиной века, по-моему, эпоха просвещения, конец с 18 века, Ну, я пытаюсь посчитать, сколько прошло. 200 с небольшим лет, да. Ну, еще даже не конец, почти к серединке, 800, 900, ну, как-то до с половиной века, да? И после этого как-то религия все пошла на спад, на спад, на спад в Европе, в христианской данном случае. А сейчас, учитывая, что пришла новая сильная религия, это ислам в Францию, которая, на самом деле, охватывает все стороны жизни человека, и она четко говорит, что законы Бога, то есть законы ислама, выше, чем законы республики. Ну, то есть, на первом месте божественные законы, а потом законы республики. Ну, и как контрреакция, во-первых, эта исламская тенденция очень сильно проявляется, по-моему, во Франции, в Германии тоже, а как контрреакция стал подниматься католицизм, который давно уже развалился практически, ну, потому что... А вот, чтобы, вы понимаете, подстал подниматься, люди стали больше, потом стали много больше говорить. Но вы статистику смотрели, вот сейчас здесь, на экране, появится график, я специально, когда готовился, смотрел, сколько молодежи в странах Европы разных религиозной и нерелигиозной. Почти во всех странах больше половины нерелигиозной молодежи. В некоторых странах там под 80-90% нерелигиозной, как в Чехии. Но вы даже сравнили с тем, что было, допустим, 20-30 лет назад. Я не видел сравнения за 20 лет, но я думаю, что это только увеличивается в последние годы. Я не знаю. Может быть, мы не... Потом, знаете, много, может быть, они на самом деле в церковь и не ходят, но они так начинают себя заявлять, как свою национальную идентичность, свою культурную идентичность. Они начинают говорить, я из католиков, я из себя католики. Они вспомнили, что это было. Ну так это же хорошо, вы сами сказали, что вот предки, традиции. Нет, ничего плохого, я с этим вообще не воюю, но в данном случае мне бы хотелось, чтобы религия оставалась чисто частным делом и не затрагивала общество как таковое. А как вот религия затрагивает общество по-вашему сейчас? Религия? Ну да. Ну вот Евросоюз, например. Где, в каких странах? Давайте возьмем Европу, а потом возьмем Россию. Ну вот в Европе, к примеру, еще буквально несколько лет назад, до этих терактов, до этих всех... Вы в газетах, не было такого, что вы читаете в разделе мнения или обсуждения, что была религиозная тематика. Вот сейчас она очень часто. Некоторое время в французской прессе там больше половины страниц, посвященных обсуждению каких-то тем, опять та же тема, католицизм, ислам, отношения, что делать. То есть религия вошла. Тема религии вошла в жизнь, понимаете? И не было. То есть вы в газетах, вы живете, соответственно, во Франции, читаете французские газеты и видите, что этот тренд есть. Она очень сильно вошла, да. Не только во французских, мне еще даже всякие делают. Ну, английский, я тоже вижу, что она вошла. Я на двухсиках могу читать свободно. А вот немецкий, я не знаю, но она вошла, очевидно вошла. Поэтому и появился термин новая религиозность, потому что идет борьба. Идет борьба между теми, кто считает, что религия должна. Это, допустим, ислам, что она важна для общества, важна для общества. И теми, кто как будто от нее уже отказался, но сейчас так ислам принес эту борьбу в Европу, то они говорят, мы вот католики, мы сейчас будем католические ценности защищать. Может, они в сякковь и не ходят. Но защищают. А вот многие действительно говорят, что возвращение каких-то, может быть, регионов Европы к христианским ценностям это хорошо, потому что есть какая-то альтернатива исламской экспансии в данном случае. Вы так не считаете? Ну, наверное, да. Защитить европейские какие-то страницы. Такие страны даже. Такая страна у всех на устах, это Венгрия, например, Польша. У Польши молодежь тоже перестала уже ходить в костелы. Мало. Но они активно проводят эту политику, чтобы как бы... Ну, они же антимигрантские, они не пускают никого. Венгрии вообще не пускают, Польши тоже никого не пускают. Их же очень ругали сейчас в Европейском Союзе, говорили, что они такие плохие, что Европейский Союз им очень сильно помогал, а они вот никого не пускают, из мигрантов. А вам нравится такая политика? Да, я считаю это правильно. Я сторонник стен. Я считаю, что... Я просто считаю, что, понимаете, мы... Человечество начало строить стены очень давно. Я думаю, что сначала были какие-то ячейки человечества, когда жили в пещерах, правильно? Потом какие-то роды, потом маленькие города. Везде же были стены. Пусть где-то были стены замков в средневековье, где-то были просто огорожены, где-то просто убивали те, кто заходил на территорию, которая была помечена как у животных. Львы, вот чем занимаются? Львы, вот, к примеру, они не охотятся никогда. Самки охотятся, правильно? Вы знаете? Да, да. Но львы, самцы тоже очень заняты. Как у нас сафари, они приемно бегают, смотрят, чтобы никто, чужой лев не пришел на их территорию. Своя работа. Поэтому мы не знаем, почему мы так устроены, но мы всегда что-то строили вокруг себя. Замки закрывались. Но это же не значит, что это правильно, если всегда так было. А кто критерий нет и правильности и неправильности? Сейчас есть разные аргументы за открытые границы в том числе. Ну, я не сторонник этих аргументов. Понятно. Вот, и кроме всего прочего, нет правильности и неправильности. Если не брать теорию Бога и священных книг, то критерия, нет судей. Поэтому судей является только человеческий опыт. А человеческий опыт на протяжении многих тысячелетий человеческой истории он всегда строил стены. Всегда все это было огорожено. Вы не можете спорить. Никто никогда не хотел никого пускать. Но США в свое время пустило очень много мигрантов, и как раз стремительный взлет их экономики и политического влияния пришелся на время после того, как ирландцы сбежали там от ненчантов. Ну, была пустая земля. Немцы, голландцы. Да, но вы еще обратили внимание, они пускали себе подобных. Всех подряд пускались. Всех авантюристов. Эти люди потому и смешивались. Вы сейчас не можете приехать в Америку и сказать, это ирландец, это ВОЗ, протестант, это евреи. Они все одинаковые практически. Они спешались. Мелтинг-пот. Мелтинг-пот, да. Они приняли одинаковые ценности. Поэтому, если люди интегрируются, что в Европе не наблюдаются, то тогда это все хорошо. На самом деле, стены не нужны. Но, тем не менее, я хочу вас отметить еще раз, что концепция стены, она существует, всегда была. Вспомните, всегда были границы, стены, паспорта. Почему этот дух на нашей жизни должен исчезнуть? Ну, религия тоже была всегда, например. Поэтому я все-таки не считаю аргументом то, что что-то было. Нормально? Storytel. Лучший сервис аудиокниг по подписке. Как всегда, поддерживает наше замечательное шоу. И как всегда, многие из книг, которые мы сегодня обсуждали с гостем, есть там, в аудиоверсии. Перед тем, как я их озвучу, не забудьте, что можно перейти по ссылке в описании этого ролика и получить бесплатный доступ на один месяц к этому замечательному сервису с огромной библиотекой аудиокниг на русском, английском и других языках. Итак, на Storytel есть Евангелие, Маркс Капитал, Ницше, По ту сторону добра и зла, Оруэлл, 1984, Гёте Фауст и Кавка Рассказы. Читайте классику, будьте образованы людьми, слушайте аудиокниги на Storytel. Ну ладно, не будем про миграцию, вот мы про Европу чуть-чуть затронули, европейскую новую религиозность, а что с Россией? Вот в России же очевидно сейчас хотя бы на уровне государственной риторики, пропаганды возврат к традиционным религиозным ценностям декларируется, там патриарх одна из влиятельных политических фигур. Вам это нравится? Я не в этой тусовке, потому что будучи человеком не религиозным, я как бы не в этом. Но я и не вижу, честно говоря, больших изменений, я думаю, что большая часть населения, вот как вы, допустим, она ведь как-то в этом тоже не участвует, не ходит там в религиозные праздники. Ну пропаганда все равно на кого-то работает, наверное. но она вообще как-то, мне кажется, не совсем успешная, потому что я не вижу большого количества религиозных людей, говорят, что таких полстоящих религиозных процентов 3-4, Ну как считать зависимостью? Я не знаю, как в других городах, но я не вижу какого-то изменения. Но это чисто пропаганда направлена на то, чтобы как-то сделать очередную стену, что Россия вот она не такая, как все остальные страны, и мы вот другие, а мы другие из-за православия. Соответственно, это тоже вопрос стены. Понимаете, то, что я говорил, что я не сторонник смешивания. То есть здесь вам это даже нравится? С этой точки зрения, да. С этой точки зрения, что как бы сохранять национальную идентичность, культурную идентичность, это я считаю очень важно, очень важно. Ну, тут какое-то противоречие, мне кажется. С одной стороны, вы считаете, что религия это не очень хорошо для людей, с другой стороны, тут религия выступает еще как стена, которую вы одобряете. Да, но она помогает. Что перевешивает все-таки? Ну, она выступает как стена, это неплохо, но не значит, что человек должен быть религиозный, чтобы... То есть религия помогает моей концепции в данном случае, тем, что она помогает строить стену, какую-то невидимую стену, что вот сравняет самобытность. Так как она в России явно не переходит пределы, она не стала исламским халифатом, люди нормально живут. Ну, ислам тоже растет. Мало ходят, мало ходят в церковь, достаточно, они истово себя не ведут, я ничего плохого в этом не вижу. А вот то, что она помогает строить стену, я одобряю. Ну, мне кажется, что это не стена, а просто какая-то госпропаганда. То есть, на самом-то деле, никакой особой стены нет, православных, каких-то... Ну, смотрите, какая драка была с украинской церковью. Была же огромная драка, да? Они сказали, что мы хотим отделиться, и это было во всей прессе, во всей хронике, люди техническим образом в этом участвовали. Это тоже стена, то есть, получается, что в данном случае религия, вопрос религии, одной и той же православной веры, выступал как вопрос разделения двух народов. А это хорошо, что ли? Вот разделились народы на религиозные почвы как раз дополнительно. Я не говорю, хорошо это или плохо, но я говорю, что это явно существует. Я провожу концепцию стены в жизни, и то, что мне поддерживает мою концепцию, мне нравится. Я понял. Давайте логику. Я не говорю, что хорошо или плохо, я тоже не судья. Вот. Ну, я вот, допустим, считаю, что границы должны оставаться, потому что Европа, допустим, я лучше, может быть, знаю, она, смотря точку, распадается, западная цивилизация, и мне это не нравится. Вы в своей книге критикуете еще религию, говорите, что религия не обязательно нужна для того, чтобы быть моральным человеком. и иметь нормы морали. Раскройте, пожалуйста, эту мысль. Я вообще не признаю связи религии и морали, потому что понятно, что можно на разных уровнях эту проблему трактовать. Если в религии мораль это какая-то внешняя мораль, которая заповедями проводится в жизни, неважно, в какой религии, правильно? Значит, человек, следуя этим заповедям, он уже моральное существо, потому что моральное существо это то существо, у которого есть свободный выбор. Я, допустим, могу пойти влево, могу пойти вправо, я могу... Ну, в христианстве есть концепция свободы воли. Ну, везде есть. Во всех... И только в христианстве есть концепция, да. Либо... Действительно можешь пойти куда угодно. Но с другой стороны, там же она тоже, ее очень часто все философы критиковали, великий философ, которые никогда не были верующим христианами, мимоходом. Вот. И они говорят, что он же ограниченный, люди же прекрасно знают, что если я отойду от магистральной линии куда-то слишком, влево или вправо, и совершу этим смертный грех, то спасение мне не заслужить. Поэтому данная свобода воли, она безумно ограничена. Чисто, я бы сказал, передергивание такое, ее нет практически, верующих чек, нет свободы воли. Она знает, это хорошо, написано же в книжке, он должен делать только так. Поэтому свободе воли я бы не поддерживаю с точки зрения, что она реально когда-либо воплощалась в жизнь. Это тоже такое было заявлено, но никогда не было реализовано. Так почему тогда вы считаете, что есть мораль у нерелигиозных людей? Окей, может быть, даже у религиозных людей есть мораль под страхом наказания, что Бог покарается. Хорошо, они ведут себя хорошо с точки зрения традиционных представлений о том, что помогают ближним и так далее под страхом божественной кары. А без религии люди будут вести себя нехорошо, потому что нет этого страха. Во-первых, это нигде не зафиксировано, что это в жизни так происходило. Вот другое, да, зафиксировано. К сожалению, религия совершила монотеистические лиги совершили намного больше преступлений, чем все остальные воины в своей в той части вместе взятых. Ну, к примеру, разные цифры обсуждаются. Ну, смотри, кто что говорил, допустим, ну, инквизиция, крестовые походы, резня гугеннотов, да? Мы любим католики-протестанты, там погибло примерно 100 миллионов человек. Ну, это все история. Сейчас все-таки эти цифры сократились. Вот смотрите, какая дикая резня идет между сунитами и шиитами. И те, и те верят в Аллаху, у тех, и тех одинаково священная книга, но они другого убивают, друг друга, просто, особенно суниты, убивают шиитов. Это абсолютно очевидная тенденция. Если бы они не имели бы веры, они же все одни и те же арабы, корни, похоже... Воевали бы из-за того, что разные народы могут быть... Нет, они разные народы, они похожи на другую очень сильно. У них та же психология, те же обычаи. Они убивают только из-за того, что один из них шиит, другой сунит. Если бы этого у них не было, то не было бы такой агрессивности, не было бы такой ненависти к другому. Возможно, возможно. Поэтому религия, вещь пантеистическая, повторяю, и при том не вся. Авраамические религии, она по причине безумно нетолерантна. Эта нетолерантность приводит к колоссальным совершенно злоупотреблением. Православие, к счастью, не было замечено. Там были какие-то там жидов сущие, что ли, там человек пять сожгли. И православие всегда было какой-то более мирной. А католики натворились только в жизни. Католики убили просто десятки миллионов человек. Это правда. Ну, сейчас с этим всем стало получше, и вы все-таки не ответили на вопрос... Получше не стало. Просто католическая вера после просвещения, католическая вера просто реально развалилась в Европе. Она никакой силы не имеет. Соответственно, она никакой силы не умеет, она никого не трогает. Была бы сильная, может, кого-то бы и тронула. Я вернусь тогда к своему вопросу. Вот у нерелигиозных людей откуда возьмется вот мораль, желание вести себя хорошо, делать добро, защищать близких. Вот, например, вы говорите, что нужно возводить границы, не пускать мигрантов. А если бы вы были христианином, например, у вас была бы заповедь, что нужно помогать ближним, слабым и пускать их, может быть, даже в ущерб себе, вот, чтобы в Париже было больше мигрантов из Сирии, скажем. Только обереги... Христианские. Так никто никогда не делал в истории человечества. Просто объявили, что надо всем помогать, но в итоге помогали только мечом, обращали свою веру. Потому что помогали... Нет, ну были, конечно, те, кто помогали. Ну, были отдельные люди, там, мы их помним. Мать Тереза, мать Тереза, помню. Нет, мать Тереза, она мошенница. А вот видите, единственное, у меня было светлое пятно. Нет, нет, мать Тереза плохой пример. Может, я не прав, но была мать Тереза, которая там всем помогала, всем больным, там, умирающей, все подавала. С ней там все очень плохо. Что она мошенница, вообще уже не осталось ничего. Да, почитайте. Ссылки в описании будут, если кому интересно. Тогда все, тогда никого нет. Нет, просто были другие, конечно, подвижники, религиозные. Я сам, в принципе, далек от того, чтобы защищать религию, просто в силу того, что вы ее критикуете, я сейчас вам эти все вопросы задаю. Откуда возьмется мораль? Ну, хорошо, хорошо, я вам отвечу сейчас. Дело в том, что сама человеческая мораль не имеет никакого отношения к религии вообще. Во-первых, она существовала, я считаю, что мораль, как внутреннее чувство человека, она сформировалась в время цивилизации, я вам очень просто это докажу. Еще в первобытном обществе, это, честно говоря, условие сосуществования, это мораль. Вот в первобытном обществе, если вы кого-то убили, соседняя вас, то обещала, там, в пещере живете, рядом с ним кто-то живет, вы его убили, или вас потом убьют, или, когда вы уже умрете, убьют ваших детей, вместе он останется. Если вы переспали с чужой женой, ну, какой-то, будем говорить, что жены были, не были, у нас сейчас есть соседние пещеры, то потом что-то плохое случится с вашей. То есть, это закон Толеона, то есть, зуб за зуб, показал. Это вот есть мораль, то есть, это мораль для выживания. Мы же не можем в одиночестве выжить, мы вынуждены каким-то образом общаться с себя подобными. Даже с теми, кого мы не любим. Если, допустим, к своему ребенку у нас есть биологическое чувство, и к своей там матери этого ребенка тоже есть какая-то благодарность, это вот ваша кровь как-то, ваш кокон, как говорят в даосизме, кокон такой. Мы тут и вот кокон любим. А вот чужих вы не любите, но вы вынуждены с ними общаться, вам надо, во-первых, с ними торговать, потом вам надо, чтобы вас не убили, соответственно, вы вырабатываете какие-то способы. И вот во время всего этого на протяжении человеческой цивилизации задолго до появления иудаизма как первой мотеистической религии, если мы их на то, но не берем, в Египте, было, сделано такое золотое правило морали. Никогда не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Правильно? Всем известно золотое правило морали. Оно никак не связано с Библией, ни с чем. Тысячи лет до этого существовало. Ну, с древними религиями связано. Все равно это были какие-то Это правило жизни, правило общения. Это не была религия, это просто была, это, ну, языческие религии, это, честно говоря, не религия, а обряды какие-то. Это просто было правило жизни. Вы не можете дожить свою жизнь, если вы не будете им пользоваться. Вот и все, а больше морали ничего не надо. Вот, знаете, вот одна эта строчка, она заменяет все. Не делайте другому того, чтобы не ходить, чтобы делали вам. И все. И больше не просто точку сразу поставить. А это выходит из самого человека, как просвещенного животного, просто как правило ни саму не погибнуть. У вас получается такая вот антирелигиозная полемика в духе, ну, мне, например, когда я читал книгу, напомнило условного Докинза, например, или Кристофера Хитченса, или Сэма Харриса. Вы читали? Я читал все это, конечно. Но я не думаю, что это полностью в этом сфере, как бы, я, знаете, чужие мнения вообще меня не интересуют вообще. Я никогда, я помню, было уже лет 18, я полностью избавился от зависимости. Тогда это был Макс, Ленин, еще кто-то, еще кто-то. Но вы фанатели от Ницше в молодости и до сих пор, насколько я понимаю. В возрасте. Когда я его хорошо изучил, да, мне нравятся больше, чем другие, но мне еще люди нравятся, Фуко мне нравятся, допустим. А расскажите еще. Спиноза, так. Ницше, Спиноза, Фуко, таких вот, я не знаю, кого, Монтейн, безусловно. Ну, как-то так. Раз уж мы затронули эту тему, у нас передача называется... Вы понимаете мою позицию. Я прекрасно ее понимаю. Я даже больше вам скажу, что я вообще считаю, что общественная мораль вообще нет никакой необходимости в ней. У нас есть уголовный кодекс, он все говорит, что можно, что нельзя. Он говорит, это можно, это плохо. Он не все регулирует. Он не все регулируется. Еще гражданский кодек есть. И опять же, око за око, зуб за зуб. Не делайте, останешься в изоляции. Я не вижу никакой необходимости. Не всегда работает вот этот принцип талион, око за око, зуб за зуб. К сожалению, иногда люди ведут себя подло. То, что уголовным кодексом не регулируется и не гражданским. Кидают других людей. Потом-то им... И это не всегда возвращается им. Часто. Не всегда. И может вернуться через 20 лет, через 30 лет. И, соответственно, вряд ли мы... Вряд ли какая-нибудь дириженда доктрина вас от этого хранит. Мне кажется, что это не нужно. Мне кажется, что нам нужно все усилия потратить на развитие чейского прогресса и на установление отношений с другими. И мы, как люди, больше всего я хочу сказать, мы способны, как люди, без всякой религии, мы достаточно хороши. Мы можем мобилизоваться, должны думать об этом. Нам не нужны никакие советы в религиозных книжках. И мы прекрасно установим отношения между собой. Здесь я с вами согласен. Я бы просто не стал сбрасывать со счетов все-таки мораль и одним уголовным кодексом... Откуда она пришла? Она от человека. Я считаю, что это, в принципе, плод разума человеческого. И отчасти из биологии. Вот у того же Докинса в «Эгоистичном гене», его классном бестселлере, «Мастриде», «Всем советую», «Эгоистичный ген», книгу, там рассказывали «Рассказано про биологическую природу, биологическую природу, альтруизм». Полностью на моей стороне. Я вам сказал, что мораль, источник морали только сам человек. Я вам сказал. А вы мне говорите, как без морали прожить? А я не говорю, что у морали человека нет. Я просто говорю, что я не интересуюсь в общественной морали, которую общество навязывает. Не важно, это церковь, общество. А то, что у человека нужна мораль, внутренняя стержень мораль, что ему это необходимо для устранения отношений с другими людьми и счастливой жизни, я этого не отрицал. Наоборот, я сторонник. А я не скрывал, что я на вашей стороне. Вы мои же теории продаете. Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек. Классное сообщество ребята со всего мира. Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, в том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Значит, давайте вот, поскольку у нас передача называется Книжный чел и здесь все гости рекомендуют свои любимые книги, вы начали про своих любимых философов, то есть Мишель Монтейн. Я так понимаю, опыты или что вы хотели порекомендовать из него? Я все почитал понемножку, я не знаю, опыт хорошо, главная книга магистральная. Что еще вот из Ницше? С чего начать читать Ницше, например, вот современной молодежи, которая смотрит эту передачу? Не надо читать, вы думаете, а если не сложно будет? Я не знаю, но это как-то сложновато. Ну, не недооцениваете нашего. Читаю еще как, да. Ну, я не знаю, по ту сторону добра и зла. По ту сторону добра и зла, окей. Антихрист. Антихрист. Да. А потом я бы лучше взял его высказывание, коллекцию его цитат, потому что там есть просто потрясающие первые, ну, к примеру, может, в принципе, непростой, и я думаю, что его высказывания очень часто отражают суть его философии. К примеру, вот такое в вольном переводе. Жизнь прекрасна, но там, где пьет толпа, источники отравлены. Какой-то элитарный. Очень красиво. Такой гимн нонконформизма. Полный такой. Нет, даже гимн силе. Ведь он же никогда не говорил, что сверхлюди все-таки он понимает, что нет, кинетик это ображдаются. Но, тем не менее, каждый человек может стать сверхчеловеком, и он работает над собой. Если у него нет авторитетов, он работает над собой, чтобы не стать, не сливаться с толпой. Ну, ты еще Шопенгауэр говорил всегда. Любимая тема овцы, вожаки, толпы. Это не только Ницше. С Ницше понятно. Вы сказали, еще упомянули Фуко. У Фуко что советуете? Ну, можно, там у нее много книг. Пусть на русском языке потрясающая книга «Надзирать и наказывать». все в ней пример. Это русская миза, она показывает его такой оригинальность его мышления. Он вообще всегда оригинален во всех его проявлениях. Ну, вы все-таки занимаетесь ваш канал философами или литераторами больше? Мы занимаемся всем. Но основной вектор, конечно, культурно-просветительский. То есть, здесь люди советуют свои любимые книги. Какие вот у вас самые любимые книги? Тогда я вас прошу. Меня, ну, наверное, всех уже достал своих подписчиков этой рекомендации, но «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это работа современного, можно сказать, философа Элизара Ютковского, одного из крупнейших в мире экспертов по искусственному интеллекту. Он написал на примере вот этой детской сказки про Гарри Поттера фанфик, то есть несерьезный жанр, но в котором он раскрыл очень многие постулаты рациональности, современной концепции, которая объединяет достижения нейронаук, бихевиоральной экономики, много там всяких концепций, все в одно сплетено, которое помогает, ну, рациональность помогает достигать целей своих эффективно, правильно формировать картину мира, как раз-таки не попадаться под власть каких-то химер, про которые вы пишете в своей книге и так далее. Вот это, наверное, моя одна из любимых книг, если не самая любимая. Но это не художественная книга. Это художественная книга, в которую вплетены плетены еще. Если не художественная, Гёдель Эшер Бах и Дуглас Хофштадтер. Это не слышали? Тут ролик, посмотрите, есть специальный про эту книгу на этом канале. Книга, которая взорвет вам мозг, в которой объясняется природа сознания, искусственного интеллекта и все это через смесь музыки Баха, теоремы математической неполноте, математика Гёделя и оптических иллюзий картин Эшера. Вы мне расскажете, может быть, напишите, как она называется. Я вам обязательно отправлю. Мне кажется, кстати, вам понравится, судя по вашей сфере интересов. Но это все-таки не про меня. Сейчас передача про вас, поэтому ответные рекомендации. Вы имеете в виду художественные? Любые. Ну, какие? Я в жизни хорошие читал, что ли? Я, допустим, последние годы вообще не читаю, потому что с литературой у меня времени нет. Я не могу сосредоточиться, чтобы читать романы. Но за свою жизнь я прочитал какие-то большое количество всяких художественной литературы. Мало что осталось, что я бы мог кому-то порекомендовать. либо что-то, что осталось из художества, либо, может быть, не художества. Ничего такого оригинального не скажу. Допустим, 1000... Естественно, Орвелла 1984. Нужно каждому человеку что-то прочитать. Я думаю... Интересно слышать это от вас, потому что вы все-таки в политическом эстеблишменте России долгое время находились. Ну, как? Ну, эта книга вообще бессмертная. Которые как раз сравнивают нынешний режим с тем, что... Я не думаю, что похож на нынешний режим. Я вообще не считаю... Мне не нравится, что режим считает каким-то кровожадным. Я не вижу таких признаков. Я не потрясаю. Ну, как же. Вы сейчас во Франции просто живете, не видите. У нас тут происходит... Ну, я слежу внимательно. Преследуют политзаключенных, конкуренции на выборах нет. В принципе, СМИ цезюра... Ну, в лесу на выборах нет. И в Китае нет. Ну, это такая модель политическая, такая суверенная демократия, которую нам поставил Сурков. Это нет. Это какой-то гомункул, который вам придумал Сурков. Потом мы можем потерять толковых людей. Но таких преследований я бы и сказал. Я внимательно все это слежу. Сейчас много этих преследований. Было московское дело, сейчас дело сети. Но сети я пока не понял. Но я бы не видел... Я бы не увеличивал масштаб этого. Я бы как-то не вижу... Я абсолютно не являюсь конформистом. Я бы абсолютно свободен на свободной точке зрения. Но я не вижу, чтобы это было. Я даже не сказал бы, что это полицейское государство. Я не сказал бы, что есть какие-то политические заключенные во всем еще в каком-то большом количестве. Ну, может, не в большом, но точно есть. Вот я назвал, например, везде из ключевших странах. Политические заключенные? Наверное, есть где-то. Мне кажется, в западных странах политических прям заключенных сейчас, во всяком случае, я не знаю про таких. Вот мой сын, например, он говорит, что здесь, когда он сам в Канаде вырос, он говорит, что когда его там полиция останавливала в Нью-Йорке, она неизмерила его более жестко, чем полиция ведет себя в России. Он считает, что сейчас более все такие вежливые, все подходят, и полиция показывает все эти вам права. Хорошо, вежливо, но зато могут подкинуть условно наркотики, как Голунову. А в США такого я не слышал. Или во всяком случае, если такое происходит в США, там виновных наказывают и сажают. У нас в деле Голунова никого еще не наказали. я понимаю, что есть какие-то вещи, которые нам всем не нравятся, но тем не менее я бы не стал преувеличивать. Хорошо, как мы, интересно, на политику так вышли. Ну да вы вышли, да не я. Хотели философию обсуждать и книги. В этих книжках. Вот я сейчас не могу сразу вспомнить, наверное, Фарео, у меня очень фауст нравился, там какой-нибудь коллекционер, допустим. У меня есть любимая книжка, которую я считаю, вот все должны тоже прочитать, кроме 1984. Есть книжка, которая безумно сильная, она получила Нобелевскую премию, это Джон Кут Зея «В ожидании варваров». Вы читали? Нет, но слышал. Я очень рекомендую. У нас уже кто-то из гостей передачи советовал. что гениальная книжка просто «В ожидании варваров». Еще есть книжка, которая мне вот очень нравится, это роман Гари, французский писатель, которая называется «Жизнь впереди». Тоже мне очень запомнилось. Потрясающе, это небольшая книжка, там есть 100 страниц, даже повесть, я бы сказал, не роман, но совершенно гениальная. У него там все знают, как же это называется, «Ля Промеса Лоб», как по-русски это говорится, «Обещание на рассвете». Вы слышали такую книжку, по ней сейчас вышел очень потрясающе хороший фильм. Ну, как всегда, ссылки в описании на все книги. «Обещание на рассвете», который мы упоминали. Вышел фильм недавно, французский пару лет назад или полтора года назад, очень хороший. Вот эта книжка, которые мне запомнились, все остальное я бы там вообще не читал. Ну, «Кавку» какие-то рассказывают, естественно. «Превращение», «Казнь». Вот еще одна параллель с Россией. Вот то, что сейчас происходит в судах в некоторых, это чистый кавкянский какой-то ужас. Ну, здесь просто нет такой... Если почитать стенограмму. Нет, нет, полная независимая судебная власть, это очевидно совершенно. Однозначно. Вот. Ну, и все равно, я бы все равно не преувеличивал результаты. Пока, мне кажется, что ничего страшного не происходит. А у вас... Ну, понятно, что вы эмигрировали, уже там сейчас меньше связаны, как вы сами говорите в своих интервью с Россией. У вас там и ваши дети растут в других странах. Но не чувствуете ли вы какую-то обиду за державу, что вот во Франции вам, например, комфортнее, кайфовее жить, чем в России? Я не сказал, что мне там комфортнее жить. Я все равно из этой культуры глубоко переживаю все, что здесь происходит. И я, в принципе, всем интересуюсь больше экономической составляющей. Тоже важно, конечно. Я бы не сказал, что я как-то эмигрировал, знаете, я так не чувствую. Все равно я все время смотрю русские новости. У меня нет такого слащавого привязанности. К примеру, если я считаю, что российская кинематография безумно слабая, и я вот за 30 лет только могу назвать. Кстати, вам интересно будет, что я выделил за 30 лет российского кинематографа. Я выделил всего 5 фильмов. Просто я добрался. Назовите. Просто мне очень сложно. Я так, знаете, включаю, 5 минут посмотрел и выключаю. Я не буду смотреть дальше. Я выделил 5 фильмов. Это «Груз-200». Ланикам всем известный. «Стиляги». Я считаю, мюзикл на уровне ничем не хуже. Чуть не Джейзу Касси просто и так далее. Гениальный. Потом я выделил один сериал. Однажды в Ростове не смотрели? Единственное, что я понравился. Оторваться невозможно, с точки зрения. Гениально снят. Это на фоне событий в Новочеркасске, когда шахтеров расцеляли. Слышали? в СССР. Они прошли добавку в зарплате. Это был 63 год, уже после разоблачения Сталина. И был расстрел шахтеров. И на этом фоне там зародилась банда, которая грабила банки. Это всю историю Советского Союза было самое большое экономическое преступление. Их много лет не могли. Группа людей грабила банки. Вот на этом фоне сделал, я считаю, потрясающий сериал. Это третий назвал. Я считаю, я назвал «Груз 200», «Стиляги». Однажды в Ростове. И недавно мне еще попался два фильма. Странный жанр. Один вообще, какая-то черная комедия. Папа, сдохни. Смолили? Нет. Вы слышали, нет? Нет. Я в «Медузе» где-то еще где-то вычисовал. Вот даже смотрели вы? Нет? Тоже плохо. Посмотрите, я хохотал почти 50-50-50-40 вообще не могу готовиться. Там, кстати, оператором главным является Улюкаев. Сын... Не министр. Сын. Сын? Министр, да. Понятно. Вот. И фильм прикольный. И последний фильм, я случайно попался, я настраивался здесь, в России, когда начали немножко жить, настраивал систему Apple на русском языке. И мне кто-то купил случайный фильм «Дылда». Понял, слышали? Константин Балагов, да? Да, вы смотрели фильм? Нет, не смотрел. Вот тоже рекомендую. Очень странный. Ну, он... Я считаю, это сильный фильм. Я не получил какие-то международные награды. Да, он эмоционально меня просто завел. И вот все, пока. Да. Рекомендации интересные, но все-таки вот последний вопрос, который меня волновал, когда я готовился к этому интервью, потому что личность у вас, ну, неоднозначная. Когда я готовился, читал то, что вы там во многих процессах политической истории современной России принимали участие. там и при Ельцине, и при Путине, и при Медведе, вот, а потом взяли и уехали, и по сути, ну, ваши дети растут там, они уже там, может быть, там, их дети в меньшей степени будут частью русской цивилизации, чем вот европейской. Вы... мы только случайно уехали. Были какие-то желания пожить полгода, случайно даже, даже как мы, в эту, в Францию попал, в Ниццу, в Монако, тоже как случайно. И моя нынешняя жена, она была беременна, и мы решили пожить в теплом климате чуть-чуть, и вот это все-таки растянулось на 8 лет. Это не было таким основным желанием, что я там останусь. А потом пошли маленькие дети один за другим. Дети, это школа, детский сад, и так вот как-то и закрепилось. У меня не было осознанного желания уезжать. Никогда я не чувствовал себя каким-то эмигрантом, что я там уезжаю, что я себя не боюсь. Но вы только все-таки уехали, по факту. Ну, я просто уехал. Вы поехали не в Крым, условно, в теплый климат, да? Ну, там климат это самое хорошее, это привлекательно. Вы можете каждый день в море искупаться и потом в гору пойти на свежем воздухе спортсмазывается «Солнышко, небо синее». Это вот какие-то такие, я бы сказал, животные преимущества. Других не вижу. Более того, я думаю, что мои дети старшие, двое здесь живут, они вообще не хотят никуда, не то что уезжать. Они хотят жить только в Москве и только в России. Хотя один в Канаде вырос, а второй в Лондоне провел всю свою юность в частной школе, потом закончил там университет, но им все нравится. И нравится количество ресторанов, которые у нас значительно лучше. Сервис намного лучше чем за рубежом. Разнообразие пищи лучше, разнообразие товаров в супермаркетах не измеримо лучше, чем во Франции, потому что точно. Кинотеатры странные, где вы кушаете пищу, как Москва, да, и смотрят. Да. Много чего нет. Запад очень... Там масса своих минусов. Эти дурацкие законы о труде. Это означает, что с двух до семи вы покушать нигде не сможете. А здесь все открыто. В 10 часов вечера все закрыто, поесть негде. А здесь еще в 3 ночи вы найдете, где поесть. Возвращайтесь. Ну, я вот сейчас начинаю все больше. Мне это меньше уже волнует. Но вот молодое поколение, я сплю по своим детям, по их знакомым, они все из Лондона, практически все смылись. Все вернулись. Поэтому как-то я объективно это смотрел. Мы критикуем, критикуем, но им не интересует это политическая составляющая, им интересует качество жизни вот такой поседневной. И они хотят жить здесь. Мне кажется, что в жизни в Москве если ты обеспеченный человек, я думаю, что выше, чем в большинстве других городов мира. Тут есть, конечно, все. Ну, наверняка. Тут есть все. Кроме, конечно, политических рисков, которые есть. Ну, я понимаю. Ну что, время у нас подходит к концу, но по традиции у нас конкурс. Книга Dangerous Illusions на английском. На английской версии, потому что русская еще не вышла и неизвестно выйдет ли. Вообще «Опасные иллюзии». Книга Виталия Малкина, вот такая красивая, с автографом автора, одна достанется тому подписчику или подписчице канала «Книжный чел» на ютюбе, который или которая оставит самый интересный комментарий про Виталия из нашей традиционной рубрики «Лайк Бунин». Как известно, у Бунина был критический, либо хвалебный, но чаще критический комментарий про каждого из его известных современников. И я традиционно прошу подписчиков оставить свой комментарий про гостя этого выпуска. Как вам Виталий? Показался ли он вам интересным? Показались ли его тедисы о религии вам интересными? Согласны вы или нет? Напишите, я читаю все комментарии, и автор самого интересного получит эту книгу. А еще один экземпляр точно такой же получит подписчик или подписчица моего паблика ВКонтакте Мастриды, который или которая репостит к себе на страничку пост с этим видосом и подождет объявление результата в конкурсе, который подведет рандомайзер случайным образом. А еще добавить можно секунду, нет? Конечно, нужно. Так, я думаю, что у нас вопрос о религии был смят, а самая тесная часть нашего разговора была о морали. Вот интересно, что люди думают о морали, это меня куда больше бы интересовало. Потому что мы как раз с вами это обсуждали, и в итоге пришли к одному этому же знаменателю. А вот разделяют ли ваши зрители, даже вашу точку зрения, что мораль это чисто индивидуальная вещь. Тогда напишите комментарий, помимо этого, если вы напишите классный комментарий о морали, может быть, я выберу его. Откуда взялась мораль, нужна ли религия для того, чтобы быть моральным человеком, или это вообще никак не связано. Виталий, вам спасибо. Книга интересная, и мне кажется, что эту тему нужно обсуждать. Во многом мы с вами сошлись. Делайте выводы сами. Это было шоу «Книжный чел». Увидимся в следующий четверг. Спасибо. «Книжный чел» Субтитры сделал DimaTorzok